Музыка Меня зовут Павел Кривозубов, я представляю компанию National Instruments, одного из мировых лидеров в производстве аппаратуры для произведения средств измерений и программного смещения. Вопрос, насколько я понимаю, является ли фундаментальной личной единицей измерения информации. С моей точки зрения, фундаментальной величиной является любая величина, которая может быть использована для измерений тех явлений, которые являются сейчас центральными и трендами. Единица измерения средств информации, несомненно, в данном случае имеется в виду бит, несомненно, является фундаментальной величиной. Так, а основной она должна являться? Мы знаем, что есть единица системы СИ. Величина бит, единица передачи информации, является основной, от которой идут уже производные системы. То есть вы считаете, что это основная? Да, я считаю, что она основная. С моей точки зрения, основной является та величина, которая является основополагающей в той или иной отрасли, как, например, бит в отраслях, которые связаны с передачей информации. Соответственно, все производные – это уже не основные величины. Но она может быть физической. Физической величиной? Конечно. Отражает суть каких-то явлений? Этот вопрос дискутируем. Конечно, сама передача информации, она не является каким-то явлением с точки зрения физики. Но, тем не менее, этот процесс, который является центральным в окружающем мире, в мире интернета вещей, поэтому… Может, недостаточно понимали ее? Скажем так, ее не было еще… Ну, то есть она появилась, когда появились системы, которые способны передавать информацию. То есть лет 50 назад, когда этих систем не было, ну или 60-х… С эпохи информатизации. Да, с эпохи информатизации, с эпохи интернета она появилась и стала центральной и основной. Продолжение следует… С эпохи интернета!